Здравствуйте! Сегодня мы много говорим о тех мерах, которые вводятся на территории нашей страны и на территории нашего региона. Можно к этому относиться по-разному, но я считаю, что меры строгие, меры жесткие, но они должны быть выполнены всеми нами. Дело в том, что на сегодняшний день есть люди, и их немало, которые прибыли из неблагополучных стран, где очень высока, к сожалению, заболеваемость коронавирусом. И, знаете, слышим неоднократно вопросы такие, а вот я три дня дома, почему ко мне никто не приходит? Вы что, плохо себя чувствуете? Нет. У вас есть признаки заболевания? Нет. Так оставайтесь дома. Не надо вам сейчас никуда ходить, не надо ни с кем контактировать, потому что, к сожалению, мы слышим, что люди, прибывшие из этих стран, к сожалению, посещают публичные лекции, посещают общественные места. И таким образом никто из нас не гарантирован, что сегодня мы в магазине, в ресторане, в кафе, в любом другом развлекательном учреждении с ними не встретимся. Еще хочу сказать, что вот та неделя, которая у нас объявлена нерабочая, следующая неделя, это не отпуск, это не дополнительные какие-то праздничные дни, это дни, которые даются нам для самоизоляции, для того, чтобы мы все обратили внимание на себя, на своих близких. Еще особо хочу обратиться к родителям. Вот уже две недели наши дети дома, но заболеваемость с сестрами респираторно-вирусными инфекциями среди детей и подростков, к сожалению, не снижается. Это говорит о чем? О том, что продолжается перекрестная инфекция, то есть дети продолжают общаться между собой, а этого допустить нельзя. Поэтому, уважаемые родители, вы, пожалуйста, побудьте с своими детьми. И это очень строгий режим, который выполнить нужно. Мы за эту неделю должны понять, к чему же мы идем. Можно, конечно, все сказать, ой, у нас один случай, и мы, в общем-то, благополучный регион. Да, на сегодня это так. Но мы не гарантированы от того, что где-то у нас рядом еще дополнительные случаи, которые вот-вот проявятся. Понимаете? Поэтому лучше, если у нас этих случаев заболеваемости коронавирусом не будет вообще. Медицинские работники, конечно, на сегодняшний день знают, что делать. Они предпринимают меры и по обеспечению всеми средствами защиты, личной защиты. Сказать, что всего у нас достаточно, и маска всего, это не только у нас. Просто, понимаете, страна и наш регион оказались в такой ситуации, когда надо всего стало много. И масок, и антисептиков. Но каждый из нас может уберечь себя. Понимаете? Маска не спасет нас от всех тех, кто ходит рядом с нами. Маску должны надевать в основном люди, у которых есть катаральное явление. Это непременно. Когда вы идете по улице, маска здесь не нужна, потому что вы просто дышите воздухом, и рядом с вами нет толпы людей. А вот когда заходите в магазин, на этой неделе будут работать продовольственные магазины, больницы и аптеки, вот тогда, наверное, можно надеть и нужно надеть маску. И еще хочу сказать. Я работаю много лет, и раньше мы эти маски всегда шили. И они у нас всегда были, и очень хорошо нам служили. Маска должна быть из четырех-четырех слоев марли и проглаживаться каждые два часа. И тогда вы можете сказать, что да, моя маска действенная, она меня защитит. Поэтому я обращаюсь ко всем еще раз. Пожалуйста, это мера вынужденная. Мы ее поддерживаем, медицинские работники. Считаем, что она должна быть выполнена всеми нами. Потому что это даст нам возможность посмотреть, правильно ли мы ведем себя. И вы должны тоже смотреть и на своих близких, на своих соседей, знакомых. Если они, прибыв из стран неблагополучных по коронавирусу, почему-то разгуливают по улице, почему-то ходят в гости. Это быть не должно, потому что потом просто может быть уже поздно сказать, ох, я не знал. Все знают, все слышат. Я желаю всем здоровья.